Равнина. Практически абсолютная равнина. Хочется сказать, что я как дома в Беларуси, но почти. Машин много и все куда-то едут. Все едут отдыхать. Лютенбрандри это место, где делают... Ну, короче, самогонку. Известное место в Норвегии. Лютенбрандри. Вот так вот. Так что проезжаем как раз здесь. Я смотрю, там огромное такое поле было с пшеницей. А перед этим огромное поле с картофелем. А какие вы делаете из картофеля? Нет. А какие вы делаете из картофеля на картофеле? Вот так вот скажем. Картофельная самогонечка. А вот тут у нас пшеница. А вот она синица, которая живет... Кушает пшеницу в доме, который построил Джек. Какая-то странная такая скульптура. Он стоит из пяти ребер. Я даже не знаю. Ослав и Маркет. Вот она. Очень странная скульптура. Смахивает на какую-то группу. Из пяти элементов. Ничего только не придумал. Кстати, вот место, где это самое... Проходят... Обзвешивают большие машины опять. Хорошее место. Много. Всего. Я люблю. Компортно. Мммм... Ммм... 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 Если так... Грубо переводить, это... 11 комнат. Ммм... 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 Мамм... Ммм... Говорит, что это самая скучная дорога в Норвегии, потому что здесь лес справа, лес слева, огромное количество заборов, потому что бы лоси не переходили дорогу. Вот такая защита лосей от нас или нас от лосей. Здесь есть лосей, который пишет Флоте и Фредрикос. Муж говорит, что это как раз вот эта территория, где могут появляться волки и медведи. Это единственная территория в Норвегии, где они могут появляться. В основном они приходят из Швеции, ну как бы с этой территории. Со стороны Швеции, со стороны Финляндии, возможно из России. Сюда жить, в Норвегию. Наверное здесь им очень нравится, этим бамсом. Бамса это мишки. Тихо, спокойно. Но больше, в общем-то, нигде они не водятся. Ни уки, ни медведи. Я когда смотрю на такие леса, мне все время хочется сбегать в лесок поискринь белые грибы. Потому что очень похоже на белорусские леса. В которых водятся белые грибы и лисички, сестрички тоже. Они хотят, чтобы я ходил по-русски. Это Рена. Вот эта труба, это раньше была фабрика, в которой делали самые известные картоны в Норвегии. Но сейчас все закрыто. Китай рулит. О, стынь. О, стынь. О, стынь. О, стынь. О, стынь. Первый раз вот попали как раз в строительство дорогу 50 км. Первая пробка на нашем пути. Ну, скорее всего не последняя. Поэтому улыбаемся, расслабляемся. И медленно наблюдаем за проезжающими мимо кустами, елками, березами, шишками, мышками и всем остальным. Река такая красивая. Очень широкая, но очень мелкая. Очень крупная. Смотрела как несколько девушек переходили ее. Переходили ее. О, нам чуть выше щиколоткой воды. Чуть выше щиколотки. Хорошо. Картошка, картошка, картошка. Перед нами какая-то большая интересная доставка. Ух ты, ёшкин дрын. Вот это троянский лось. Вот это да. Вообще. Прям. Прям слов нету. Лосище. Уху. Вот это да. Так. Тут не только лоси, но еще и собаки есть. Как там троянские герои. Подходим к лосю с подветренной стороны. О-хо-хо. А мне наерсо старь. Обамлететь. Вот это же надо. Дети плачут. Родители бьются в истерике. Теперь у меня это место будет всегда ассоциироваться с плачем ребенка. Вот это красавец. Ничего себе. Поменяю камеру, чтобы его всего захватить. Обалдеть. О-хо-хо. О-хо-хо. Его даже не оборди. Ни с каким-нибудь маслом. О-хо-хо. О-хо. Ой. Господи. Смотри, Оксана, она подал. под ноги. Чуть не. Так вот ты какой северный линия. Уху. Я сам. Скал Дюстон Архэттен? Скал Дюстон Архэттен? Да. Мы можем посмотреть какие ноги. Просто. Это просто. Это просто. Нужно на хайларе? Да. Скал Дюстон Архэттен? Да. И вот здесь появляется символ. Ты просто прессируешь на него, и это после того, что ты собираешься. Я начинаю не снимать. Вот такой потрясающий лось. Я бы даже сказала троянский конь в виде лося. Я бы такому тоже дверь открыла, честное слово. Конечно, потрясающий. И хвостик такой малюпусенький. Вот не выдержала моя душа. Взяла такой картофельный салат с шинкой и слегка маринованными огурчиками. Начала есть. Потом, думаю, надо же заснять для истории. Вот единственное, что я не могу понять, почему здесь все такое ржавое. То ли они как-то специально сделали таким цветом. Потому что, что не едешь, все это самое. И снаружи, и внутри большие и маленькие автострады. Все вот такое абсолютно ржавое. Короче, сталь какая-то. Привет. Я вот истёгиваюсь. Перестёгиваюсь. Посетили мы Труянского лося. Теперь сделаем круг почёта. И поедем дальше. В сторону Ариаза. Ну, Лусь, конечно, потрясающе. В энергии, да, оно и списает. Мегать списает. Впереди горы. А горы, горы голубые. Трактор. 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 Трактор со своими яйцами. А, господи, что там много всего. Нагружено. Это был Монгей Хиллой, да? В цирке? Ну, с половиной. Это этот курс, что ли в город. Да, она не играет. Глазик. Не знаю сколько килограмов. О мелкие, нот, чё, км. Ну да. Этовой границы. Дальние моря Мяки. Длинные горы, покрытые растительностью Не то что наши племарки, смешные лоси и горы Много врагов, лосей Что-то как-то они похожи друг на друга, а может подделка Пирамиды пошли с тройными рядами Пирамида почти Хеопса С существующими этим зонами Ничем не пирамиды Сейчас вторую тоже закрыли Немножко Очень красиво, конечно Едем по долине Горы впереди В трех километрах от места, где человек написал флотерма То есть автор придумал этот мультик Вернее, скажем, историю про Флотерма Флотерма На то, как они строили Машину Он там ежик принимал участие И какая-то, я даже не знаю, утка, наверное Забавный Мультик Очень любит его в Норвеке Специфический норвежский город Нугавин фраулекандер В переводе на русский язык Северный ветер со всех сторон! Он говорит бензвин. Эй, бензвин это ёжик. Тоже такой персонаж который боится всего и всё. Олимпийный ветер сликте лея и паскетбатия. Можем вы кёре? Да. Не, это было файл. Синьёве Финден. Синьёве Финден. Синьёве. 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 Это жёлтый сыр. Такой сичурный. Довольно известный. Продается во всей Норвегии. Это как раз фабрика. А если хюрери, то хюрери. Ага. Это интервенция. Уже не пошли своя. Конечно, нас туда никто не пустит. Но хотя бы покажем где делается один из часто используемых сыров. Норвегии. А есть нюхэ? А есть нюхэ? А есть нюхэ потопы? Ну, как он хюрери, то потопы. Синьёв. Синьёв. Лёвли-лира? Лёвли-лира. Синьёв. Ну, по-кземпл. А в Долтон-клинике. А в Долтон-клинике. А в Долтон-клинике. И школа. И зубной камень. А-а-а-а. У нас прикладочка. А-а-а. А я померю с тенифрадовым. А вот и сыр за сыром еду, наверное. Сейчас можно. Поворачивать точно. Сейчас будет сырок. Загружать им стим. По магазинам. Свинькинг-эпстрактин. Это красная штукерация. Это фоновые мультики. Они с помощью этой штукерации полетели на Луну. А-а-а. 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 А-а-а-а. Интересный. Мост. Это хелебень. А-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. А-а. А-а-a. А-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok